Кто из нас не боится волков? Начиная с детской колыбельной, что, дескать, придет серенький волчок и ухватит за бочок, и заканчивая школьными уроками биологии, где рассказывают, что волк это агрессивный и опасный хищник, в головы людей закладывается определенная ассоциация с этим жителем леса. Именно поэтому после появления волка рядом с жилыми домами местные жители сильно перепугались и начали вести себя неправильно. Дело в том, что люди, само собой, понятия не имели, как нужно поступать, встретившись с волком. Нельзя их за это винить. У всех нас есть подсознательный страх перед диким зверем. А потому неудивительно, что жители бросали волка камнями и палками, а также кричали на него и убегали. Однако нашелся все-таки кто-то один, позвонивший в организацию по защите животных. Специально обученные сотрудники тут же приехали по вызову и без труда смогли изловить волка, так как последний был очень загнан, обессилен и болен. Когда Серова привезли на обследование к врачам-ветеринарам, выяснилось, что не все так просто. Дело в том, что Кастиэль, именно так назвали найденыша, не был волком в классическом смысле этого слова. Он являлся так называемым волкособом, редким гибридом, помесью обычной домашней собаки и дикого лесного зверя. Из-за этого у местной волонтерской организации, которая занималась обустройством быта и заботой о Кастиэле, появилось несколько проблем, самый главный из которых был запрет на содержание таких животных в приюте. Все дело в том, что волкособы относятся к диким животным. Они могут подпустить себе людей, тут играет роль генетическая память собаки, однако полностью одомашнить их попросту невозможно, такие особи должны жить в лесу, а здесь уже сказывается волчья сторона природы. Ситуация становилась критической. Начались разговоры о необходимости усыпить Кастиэля. Однако в конце концов нашему герою повезло, один из заповедников согласился принять его к себе. Но пока что волкособ не был готов к переезду, ведь ему необходимо было поправить как чисто физическое, так и, что гораздо важнее, душевное здоровье. Волонтеры занялись выхаживанием животного, и некоторое время спустя Кастиэль заметно оживился и похорошел. Тогда его и перевезли в заповедник. Казалось бы, все налаживается, но и тут возникли новые проблемы. Дело в том, что наш герой долгое время пробыл в одиночестве, а волки – это стайные животные. К тому же он немало контактировал с людьми, что также являлось значительной преградой для вливания в коллектив собратьев. Поэтому некоторое время Кастиэль находился в сторонке ото всех и привыкал к новым условиям. Тогда же волкособ проявил себя как романтическая натура, он обожал часами просто лежать и любоваться природой, смотреть на лес и на небо. Однако время шло, а зверь, в которого было вложено столько времени и сил, никак не мог найти общего языка с собратьями. Ситуация начинала заходить в тупик. Тогда в руководстве заповедника решили, что социализировать Кастиэля можно с помощью любви. К нашему герою подселили самку волкособа по имени Тинали. Она была очень молодой и энергичной, но в то же время ласковой и заботливой. Было заметно, что Кастиэль смущен и озадачен. Впрочем, некоторое время спустя животные подружились и уже ни на шаг не отходили друг от друга. А еще спустя несколько недель найденыш смог наконец-таки влиться в стаю таких же, как он сам. Вот так благодаря человеческой доброте и терпению была спасена жизнь ни в чем не повинного зверя. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если понравилась наша история. Субтитры создавал DimaTorzok